Здравствуйте, меня зовут Роман Бекулов и это «Дорога к храму». Программа не о религии, а о нравственном здоровье, о том, каким должен быть человек. На этот раз нашим героем стала Марина Николаевна Сафонова, человек, который посвятил свою жизнь кумертаусской молодежи. ПЕСНЯ Ребята, я желаю вам добра, любви, процветания и всего-всего самого доброго. Спасибо вам, что вы здесь с нами. Близкое окружение Марины Сафоновой еще помнит ее под фамилией Дашкина, а ребята, которых она воспитала, называют ее Крестная. Она родилась в Казахстане, но кумертау считает своим домом. Раньше Марина Сафонова была учителем, а теперь специалист республиканского движения молодежи. Почему учитель из Казахстана приезжает в кумертау и как складывается дальнейшая жизнь нашего героя, это и многое другое вы узнаете в программе «Дорога к храму». Я боялась ситуации в Казахстане, которая складывалась с наркоманией, немножко вот с такой беспорядком в молодежной среде. Я работала в школе, просто учителем работала. И я просто от детских проблем, я очень долго приходила в себя, ко мне приходили дети. У нас открытые были отношения, у меня были взрослые, с 10 класса. Хорошие очень отношения были с ребятами. И такие истории рассказывали, что я просто не знала, как вырулили, что посоветовать, как вообще справиться с ситуацией. Ну и потом, я говорю, очень открыто стали даже в школу приходить с разборками вот эти криминальные разные структуры. У меня на тот момент было трое детей. И, конечно, мне стало страшно, когда возможность появилась уехать. Мужа моего, здесь жили родители. Ну и первый шаг в православную церковь все-таки сделал мой старший сын Александр, когда он уже в своем таком зрелом возрасте все-таки покрестился, да, и стал православным человеком. И так рассказывал о вере, о святых, с такой гордостью, с таким желанием, да, вот, рассказать о вере. Мне было это удивительно. И как-то что-то вот в сердце ёкнуло. Думаю, ну это же я, мама, должна была привести его к вере, к храму. А получилось так, что наоборот. Трое детей от первого брака Марины тогда еще в Васильевой уже давно разъехались по разным городам и заводят свои семьи. Иногда они приезжают навещать мамы, но больше всего внимания достается младшему ребенку, дочери от первого брака Алине Дашкиной. Мы ездили всей семьей в лагерь в Зеленой Дубке. Она работала там замдиректором. Ну, до лагеря она была как-то очень занятой. Она, ну, мало времени уделяла семье. А вот после лагеря она стала так уделять время нам. Вот я хожу в итоге до сих пор в конный спорт. И благодаря... Она все-таки стала меня поддерживать там. И благодаря ей и своей семье я даже выиграла республиканские соревнования по конному спорту. Эти два диплома я получила в Москве. Я стала лауреатом в фестивале «Славим Отечеству». Мы вместе с мамой как раз отправляли сборник сказок, который я сочинила лет 14. И мы выиграли, отправили их на конкурс и выиграли конкурс. Ну, творчество так, как для разнообразия жизни. Ну, а так, конечно, у меня спорт. Это пока важнее всего, потому что я хочу связать жизнь с конным спортом. Просто, как вот все говорят, спорт – это жизнь. Ну, не могу с этим согласиться, но мне кажется, что конный спорт, если ты в него влился, выжился, то ты оттуда не сможешь уйти. Недавно Марина Дашкина вышла замуж в третий раз. Ее муж Павел Сафонов потерял зрение и теперь занимается с детьми, которые нуждаются в его поддержке и опыте. Он активно участвует в общественной жизни города, пишет социальные проекты и даже помогает в церковной службе. Ну, познакомились мы с Мариной, когда она проводила очередное мероприятие о воскресной школе. Это было такое литературное музыкальное кафе. Отец Владислав утром на литургии объявил, что сегодня будет встреча с молодежным активом и пригласил всех желающих. Мне что-то как-то захотелось так сходить, что-то интересненькое. В то время я только начинали ходить, храм посещать, как бы еще практически не знали молодежного движения. Очень, конечно, в жизни и именно в таком утверждении в вере помогает муж Павел, потому что когда мы с ним познакомились, он был уже достаточно твердым в вере и у него уже был некий такой порядок жизни, связанный с верой. Это посещение каждое воскресенье службы, это и праздники, и посты. Поэтому, конечно, вот, когда глава семьи, он в этом деле для тебя пример, то, наверное, легче. Были несколько ребят, то есть это была первая встреча, она спела песню, я как помню, «Снег» Ваенге и Елены. Все практически прослезились. Потом она пригласила всех дальше участвовать в новых встречах. Ну и как-то так закружилась, завертелась. И через год я сделал ей уже предложение. Может быть, даже раньше. Наверное, через полгода. Мама, я так одинока, а вокруг меня люди-люди. Мама, у меня сердце не бьется, мама, что со мною будет? Я очень рада, что я эту песню уже часто не пою. Что сейчас в этой песне у меня нет необходимости, я не чувствую себя одинокой. Просто такая песня сейчас, воспоминания. Сегодня Марина Сафонова воспитывает не только свою родную дочь. Крестная, как ее называют кумертауские добровольцы, уже воспитала целое поколение молодых и активных ребят. Некоторые разъехались по разным городам России, а другие возвращаются в Кумертау, чтобы привести новые знания, навыки и лучшие практики работы с молодежью. На основе таких знаний сегодня создаются молодежные форумы и лагерные смены для активной молодежи. У меня была очень хорошая молодежь. Вот первая молодежь – это Роман Бекулов, Большаев Юра, Дегтярев Алексей, Утенков Максим, все, Яночка Коголенок, Жанна. Ну, все-все-все ребята, уже вот этот поток, они были не просто талантливые, они были очень честными. И у них вот сейчас этого нет немножко. Я это хочу, но вот пока нет, потому что это идет от меня, но не от самих ребят. Они были честны, они могли говорить все в глаза, причем корректно, и не обижая, да, мы научились не обижаться, потому что, наверное, понимали, что если мы друг другу это скажем, значит, нам это другие не скажут. И, ну, это, честно говоря, был первый коллектив, в котором так четко звучали, например, ну, как мы говорили, косяки какие-то твои по жизни, да, но не только я могла говорить, и не могли точно так, глаза, например, сделать какое-то замечание, ну, может быть, там, кого-то я обидела, там, может быть, тоном своим или что. И это прекрасно, потому что, когда тебе скажут, ты имеешь возможность объяснить хотя бы, не оправдаться, но объяснить или извиниться, в конце концов, да, потому что мы иногда не знаем, что мы человека обидим. Вот. И вот здесь, конечно, ребята этому меня, не я их этому научила, это было в их коллективе, и они научили. Вместе с Верой Марина Сафонова обрела и свое предназначение. Она крепко связала свой путь с кумертаусской молодежью и теперь готова помочь каждому найти свою дорогу. Это была программа «Дорога к храму». С вами был Роман Беккулов. До новых встреч!